Друзья мои, приветствую! Меня зовут Александр. Я рад видеть вас на своем новом канале, который целиком и полностью будет посвящен видеоразборам на гитаре популярных, известных, очень красивых мелодий. Мы вместе с вами их будем разучивать и исполнять. Этот канал я решил запустить по многочисленным просьбам моих зрителей и подписчиков. С другого канала я вставлю ссылочку на него под этим видео. И так как тот канал имеет несколько иную специфику, я решил не делать винегрета и разделить обучающие видео или ролики, где я только играю мелодии, и видеоразборы. Вот видеоразборы как раз таки будут на этом канале. Сегодня мы с вами будем разбирать первое видео. Это мелодия Джода Сена «Если б не было тебя». Очень прошу вас поддержать лайками это видео, подписаться, разумеется, на канал, поделиться в социальных сетях, если у вас есть группы или друзья в ВКонтакте, в Фейсбуке, в других социальных сетях. Потому что для меня это будет большим вдохновением. И в качестве благодарности от вас я тоже с удовольствием приму такой добрый жест, доброй воли с вашей стороны. И сейчас мы приступаем к видеоразбору. Вначале я наиграю эту мелодию, а потом уже мы вместе с вами ее такт за тактом, нота за нотой разберем и научимся исполнять на гитаре. Желаю приятного обучения, приятных репетиций и всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, мы приступаем к видеоразбору песни Джо Досена «Если б не было тебя». Зажимаем для начала на четвертой струне вторым пальцем второй лад и щипаем одновременно пятую и четвертую струны. Дальше безымянным пальцем левой руки зажимаем второй лад на третьей струне, щипаем эту струну, потом щипаем открытую вторую струну и сразу же на первой ладу второй струны первым пальцем зажимаем и щипаем, соответственно, эту ноту. Как вы видите, у нас получился всем знакомый нам аккорд ля минор аем. Итак, играем эти первые ноты. Дальше снова снимаем указательный палец со второй струны, щипаем две открытых струны, вторую и пятую. Как вы видите, на левой руке мы пальцы эти не снимаем, они нам пригодятся сейчас еще в дальнейшем, эти ноты. Щипнули пятую и вторую струну, теперь щипаем четвертую струну, как вы видите, у нас вот зажат второй палец, третью струну и снова четвертую струну. Потом открытую пятую струну, немножечко эту ноту надо протянуть, щипаем на четвертой струне, второй лад уже у нас зажат. Дальше мы щипаем пятую струну вместе с третьей, третья струна, как вы видите, тоже уже зажата безымянным пальцем на втором ладу. Щипнули две струны, пятую и третью, потом вторую струну, открытая она у нас. Зажимаем теперь указательный палец на первый лад второй струны и открытую первую струну щипаем. Давайте этот маленький фрагмент еще разочек вместе сыграем медленно. Вот до этого момента мы с вами сейчас сыграли. Двигаемся дальше. Можно уже пальцы снять левой руки, освободить все струны. Теперь мизинцем, четвертым пальцем, зажимаем третий лад на первой струне. И одновременно щипаем две струны. Первую и четвертую открытую. Вторым пальцем зажимаем второй лад на третьей струне. Первым пальцем зажимаем первый лад на первой струне. Мизинец, разумеется, снимаем. Открытую щипаем вторую струну. И, как вы заметили, второй палец мы не снимаем. Продолжаем его держать, так удобнее будет. Теперь первый палец мы перекидываем с первой струны первого лада на второй лад пятой струны, щипаем отдельно пятую струну, добавляем на четвертую струну третий лад безымянный палец, щипаем четвертую струну, третью струну щипаем, она у нас уже зажата левой рукой второй палец. Снова щипаем четвертую струну, она тоже у нас уже зажата на третьем ладу. Дальше освобождаем все струны за исключением третей, то есть четвертую и пятую струны мы пальцы снимаем, щипаем открытую четвертую струну, дальше третью струну, она у нас зажата на втором ладу, открытую вторую, снова третью струну. Дальше на четвертой струне Третий лад Открытую вторую струну Первый лад на второй струне И третий лад Мизинцем можно зажать Вот давайте вот этот отрывочек Теперь вместе с вами сыграем Вот как вы заметили Мы эти ноточки все уже сыграли Теперь попутно отмечу Прежде чем мы переключимся к следующему отрывку Очень важный момент Перед вами сейчас внизу табулатура А над табулатурой расположен нотный стан В нотном стане есть ноты У которых штиль направлен вверх И есть ноты у которых штиль направлен вниз Те ноты у которых штиль направлен вверх Такие палочки Эти ноты нужно по возможности играть громче Чем те ноты которые направлены штилем вниз Потому что те ноты у которых штиль вверх Именно они как раз таки и проводят у нас основную мелодическую линию То есть если мы отдельно сыграем только эти ноты Мы сразу же узнаем мелодию Ну и так далее Вот до этого момента мы сыграли А все остальные ноты которые направлены штилем вниз Они являются такой гармонической поддержкой Так что этот нюанс можете учесть При репетициях по возможности Щипайте пальцами правой руки А так чтобы была помощнее На ноты которые направлены штилем вверх Хорошо Двигаемся дальше к следующему фрагменту То есть пятого такта играем Щипаем отдельно шестую струну открытую Дальше второй палец на второй лад На второй струне Дальше третий лад Открытая первая Опять шестая струна Вторая струна третий лад Можно было и не снимать Вот как мы тут зажали так и держим Открытая первая теперь струна Первый лад на первой струне вторым пальцем Так удобнее будет Открытая шестая струна Большим пальцем правой руки Четвертая открытая Опять большим пальцем правой руки Указательный палец теперь первый Мы ставим на первый лад третьей струны Щипаем Открытую вторую струну щипаем Теперь уже можно снять второй палец с первой струны Да и первый тоже палец можно снять с третьей струны Щипаем одновременно первую и шестую струны Дальше на второй струне третий лад четвертым пальцем зажимаем Ну так удобнее будет, можно и трезем, конечно Но как-то компактнее получается четвертым пальцем Дальше играем по второй струне первый лад первым пальцем И открытую вторую струну Теперь давайте вместе еще раз эти парочку тактов сыграем Вот таким вот образом получается еще раз Двигаемся дальше Открытую вторую струну и открытую пятую одновременно щипаем И дальше нам нужно будет зажать уже всем нам знакомый аккорд ля минор Ну только вот эти два пальца зажмем И этот палец чуть-чуть попозже указательным зажмем Значит вот мы щипнули вторую и пятую Дальше на четвертой струне второй лад На третьей струне тоже второй лад уже безымянный пальцем Ну вот здесь мы уже догоняем указательным пальцем по первому ладу, по второй струне Оставляем этот аккорд, как мы его сейчас зажали Добавляем безымян, точнее мизинец на третий лад пятой струны Сыграли пятую струну Держим пока мизинец Щипаем остальные следующие ноточки Значит пальцы продолжают, как видите, на левой руке у нас зажимать струны Щипаем поочередно четвертую, третью, четвертую струны Снимаем мизинец с пятой струны Щипаем открытую пятую струну Снова третью, четвертую, точнее четвертую, третью, четвертую Пальцы продолжаем держать в левой руке И снова зажимаем мизинец на пятой струне, на третьей ладу И потом снова щипаем четвертую, третью, четвертую. Что у нас получилось? Вот эти парочку тактов. Двигаемся дальше. Теперь, я сейчас это наиграю, но разбирать не вижу смысла, потому что у нас будет большой фрагмент повтора. Вот то, что мы с вами сейчас разбирали с самого начала до шестого такта. Вот на этой срочке пока еще, видимо, светится пятый, шестой такт. То же самое один в один мы играем еще раз, а потом будет небольшое изменение. Итак, играем как будто бы с самого начала. Вот до этого момента мы сыграли. Дальше немножечко изменения у нас будут. Вторую струну щипаем открытую и на пятой струне третий лад. Дальше второй палец на четвертую струну, второй лад. Далее первый палец на первый лад, на вторую струну. Открытая третья струна. Снова пятая струна. Пальцы продолжаем держать. На третьем ладу вот у нас пятая зажата. Снова четвертая, третья, четвертая. Дальше снова пятая струна. Щипаем ее. Пальцы продолжаем держать в левой руке. Четвертая, третья, четвертая. Теперь одновременно все пальцы держим. И одновременно щипаем вторую струну с третьей. Единственное, что на второй струне нужно будет добавить еще третий лад мизинцем. Щипнули пятую и вторую струну одновременно. Третью открытую. Убрали мизинец, щипнули отдельно вторую струну и снова третью. У нас получился такой отрывочек. Двигаемся дальше. Играем с 17-го такта. Одновременно щипаем шестую струну открытую и вторую струну открытую. Дальше. На четвертой струне второй лад вторым пальцем. На третьей струне тоже второй лад, уже третьим пальцем. Указательным пальцем первый лад на третьей струне. Шестую открытую. На четвертой струне второй лад. Третий лад. И снова второй лад. Потом одновременно две открытых первую и шестую струны. На первую ладу первую струну. Открытую первую. Снова первый лад. И повторяем опять открытые. Первая, шестая. На первой струне первого, открытая первая И на первом поладу опять первая струна Вот такой вот сейчас у нас будет фрагмент Еще раз его наиграем медленно А потом мы с вами играем с самого начала То, что мы с вами только что разбирали С самого-самого начала реприза Вот этот вот значок, который есть с двумя точками и две линии Он говорит нам о том, что нужно вернуться на самое начало Мы с самого начала сейчас играть не будем Потому что понятно, что одно и то же нужно будет дважды сыграть После того, как мы дошли до репризы Восемнадцатый такт сыграли Мы двигаемся дальше Выставляем аппликатуру на левой руке Как будто бы аккорд ля минор аэм Кроме указательного пальца Щипаем одновременно пятую струну и четвертую струну на втором ладу зажатую Потом третью струну тоже на втором ладу зажатую безымянным пальцем И открытую вторую струну Дальше пальцы продолжаем держать таким образом Щипаем четвертую струну, третью струну и вторую струну Но только уже мизинцем мы зажимаем третий лад У нас получится такой рисуночек. Снова убираем мизинец. И вместо второго и третьего пальца эти же самые ноты, эти же самые лады, мы зажимаем указательным и средним пальцем. Не средним безымянным, как было, а указательным и средним. Это нужно для того, чтобы дальше проще было перейти к следующему аккорду. Щипаем так же, как и в предыдущем такте, пятую струну и четвертую одновременно. Дальше третью струну, открытую вторую. Сразу же щипаем четвертую струну, третью струну, открытую вторую. Опять четвертую струну, третью струну и вторую, уже зажатую на третьем ладу мизинцем. У нас получится следующий рисунок. Теперь, если этот фрагмент после реприза сыграть, он будет выглядеть следующим образом. Точнее так. Вот так вот нужно будет выставить пальцы. Потом. После того, как мы сыграли вот этот вот аккорд, обыграли, мы второй палец оставляем на месте, никуда его не убираем. Указательный перемещаем на один этаж выше, на один этаж выше, вот сюда вот на пятую струну. Безымянный на третий лад четвертой струны. А мизинец убираем. Щипаем одновременно пятую и четвертую струны, соответственно зажатую на втором и на третьем ладу. Дальше третью струну, она зажата у нас на втором ладу, и открытую вторую. После этого щипаем снова четвертую, третью и вторую струну, зажатую уже на третьем ладу мизинцем. Следующий такт играем. Мизинец убираем и щипаем так же, как и предыдущий такт. Одновременно пятую вместе с четвертой, отдельно третью, вторую, снова четвертую, третью, вторую, снова четвертую, третью и вторую уже мы зажимаем мизинцем на третьем ладу. У нас получится такой отрывочек, двадцать первый и двадцать второй такты. После мы играем один в один, как в самом начале мы играли вступление, не вступление, а вот этот вот проигрыш после репризы. Второй палец и третий палец, соответственно четвертый и третий струнных на втором ладу. Играем одновременно пятую струну вместе с четвертой, третью струну, вторую, снова четвертую, третью, вторую, зажатую на третьем ладу мизинцем. Перемещаем первый и второй пальцы на четвертую струну, второй лад и на третью струну, второй лад. Щипаем одновременно пятую и четвертую струну, третью струну, вторую открытую, снова четвертую, третью, вторую открытую, четвертую, третью и вторую уже зажатую на третьем ладу. Дальше у нас такая же история. Второй палец мы никуда не убираем, указательно перемещаем на пятую струну на второй лад и добавляем еще безымянный палец на третий лад четвертой струны. Одновременно щипаем пятую струну вместе с четвертой, третью, вторая открытая, дальше мы щипаем четвертая, третья, на второй зажимаем третий лад, потом убираем мизинец заранее и щипаем снова пятую вместе с четвертой струной, третью, вторую, четвертую, третью, вторую, четвертую, третью и вторую мы играем опять-таки зажатую на третьем ладу. После этого мы играем с самого начала, так же как и повторяли предыдущий отрывок. Ну и так далее Играем до репризы После репризы играем вот этот отрывочек То, что с вами сейчас разбирали в качестве проигрыша И в конце играем уже после того, как все это проиграли Следующую концовочку Пятую струну вместе с первой открытой щипаем Дальше на пятом ладу первую струну щипаем На третьем ладу, точнее на пятом ладу первую Третьим пальцем на седьмом ладу первую струну И восьмой лад мизинцем Потом одновременно пятую и первую струны На первой струне нужно седьмой лад зажать И снова первую струну на пятом ладу А потом мы перемещаем указательный палец на пятый лад второй струны Щипаем одновременно пятую и вторую струну И по второй струне делаем вот такой вот рель То есть мы щипнули один раз, а потом вторым пальцем, как молоточком, побили по второй струне, и на этом у нас заканчивается мелодия. И будет такое естественное угасание звука, потому что струна перестает уже терять свою силу, амплитуда такая уже становится все более слабая, и соответственно у нас аккуратненькое такое студийное затихание происходит звука. На этом данный видеоразбор мы с вами заканчиваем. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и комментируйте, спрашивайте, если что-то интересно, предлагайте свои варианты композиции, которые хотите, чтобы появились на этом канале. Полезные ссылки в описании под этим видео. Всего доброго, увидимся на следующих видеоразборах. Спасибо за просмотр еще раз. Продолжение следует...